Это проект Смотри Хабаровск, я Надежда Выходцева, сейчас нахожусь в ТОГО. Любопытство, абсолютно природное свойство человека, и оно перерастает в науку. Вот здесь, за этой дверью, сейчас проходит 25-й краевой конкурс молодых ученых и аспирантов. На него собрались 140 человек из самых разных институтов и Комсомольска, и Наамурия, и Хабаровска. Это и Железнодорожный университет, и Медуниверситет, и Институт водных и экологических проблем, и другие. Как стать ученым, как проводить свое научное исследование, как популяризировать его, как отвечать правильно? Жюри мы узнаем за этой дверью. Давайте посмотрим. Юрий Сергеевич, 25-й краевой конкурс молодых ученых и аспирантов. И Вы первый раз в ТОГО председательствуете как член комиссии. Как это правильно назвать? Председатель секции по химии и технологии. Это прям Ваша спиноприимная специализация? Ну да, собственно, как химик это моя специализация, поэтому здесь я попадаю непросто. Могу сказать, что проведенное заседание, проведенный конкурс и уровень качества тех докладов, которые были представлены молодыми учеными, соответствуют вполне себе очень достойной политематической конференции. Очень приятно отметить практическую ориентацию и направленность тех проектов, которые были представлены молодыми учеными. Все они так или иначе сделаны ради того, чтобы решить те или иные задачи технологического перевооружения отдельных областей науки и техники Российской Федерации. Если говорить о тематиках работ, которые были предложены, то очень важно отметить их прямую практическую применимость и практическую значимость. И это очень отрадно, потому что соответствует тому вектору государственной политики в области науки и инноваций, которые сегодня существуют. И сразу видно, как, где разработки молодых ученых могут быть использованы на практике. Это пример в том числе использования новых методов, самых современных методов с помощью нейросетей для снижения затрат, например, на роботизацию тех или иных производств. То есть вроде бы небольшое изменение, для которого нужно построить модель, оно позволит сэкономить электроэнергию, оно позволит снизить износ тех или иных частей элементов. И это очень важно, особенно когда речь идет о крупных многотоннажных производствах. Ну и даже в мелкие такие вопросы, как, например, учитель ИЗО, ну не мелкий, но для учителя ИЗО там тоже предусмотрено взаимодействие с нейросетью в обучении детей рисунков. А потом еще я даже увидела у вас темы из мединститута, как медики могут быть применены их знания в судмедэкспертизе. Но опять же говорится о... Это тоже очень в векторе того, как сегодня развивается наука и инновации, потому что все более активно технологизируется научная область, и все более часто используется компьютерное моделирование, в том числе нейросетевые модели для принятия решений, построения моделей в тех или иных областях. Это вот к тому, что вы говорите, да, как использовать нейросети в обучении изобразительному искусству. Если говорить о медицине, да, как пример, приведенный вами, то одна из таких актуальных, даже не задач, а трендов, это конвергенция разных направлений науки. То есть когда встречаются представители разных направлений, условно, там, химико-биолог, да, или программист и физик, и на стыке их дисциплин рождается какое-то новое исследование, рождается какая-то новая технология, которая на порядок может превышать существующее решение. Здесь мы, как обычно, сталкиваемся с ситуацией, как сравнить, например, методику оценки качества топлива, бензинов, с технологическими решениями по снижению износа колесных пар подвижного состава. Что важнее? Очевидно, что и это важно, и это важно. И то технологическое решение нам применимо, да, и здесь рекомендации, выработанные конкурсантом, важны. Поэтому мне очень тяжело их сопоставлять между собой. Именно поэтому перед членами жюри, перед членами комиссии стояла, мягко говоря, нетривиальная задача, но старались оценивать по формальным критериям. Это актуальность, научная новизна, практическая значимость, и, что немаловажно, умение молодого ученого отвечать на вопросы, презентовать свой материал, а иногда и держать удар перед членами комиссии. Потому что часть замечаний, часть рекомендаций, которые были высказаны членами комиссии, это прямые, ну, собственно, в число членов комиссии входят члены диссертационных советов, у нас же молодые ученые хотят защищаться. Это те вопросы, которые в дальнейшем им будут заданы уже при переходе в статус кандидата наук или, возможно, доктора наук. И это очень отрадно, то, что ребята получают в ответ ту самую обратную связь, даже если не становятся сегодня победителями или призерами этого конкурса, но это возможность улучшить работу. Я знаю, что конкурсантов 140, и что это даже на 20 человек больше, чем в предыдущем году. Но мне вот как раз поразило, я как раз видела, когда задавали вопросы, когда люди пытались ответить, ну, что иногда прям люди даже в конкурсной комиссии подсказывали, как надо правильно отвечать. Как вы бы посоветовали, как молодому ученому презентовать себя, презентовать свой доклад, и как ответить так, чтобы, возможно, даже получить первое место? Я думаю, что для того, чтобы получить первое место, в первую очередь нужно озаботиться качеством того исследования, которое проводится, внимательно проанализировать современное состояние исследований по данной тематике, реалистично оценить актуальность и возможность практического применения этого исследования, далее качественно проработать гипотезу, построить эксперимент, выполнить исследование. И вот именно это основной залог успеха на подобных конкурсах. Ну, а дальше все просто приходит с опытом. И мы это тоже видели. Более, скажем так, опытные конкурсанты, которые уже являются кандидатами наук, понятно, что они выступали не на одной, а иногда и не на одном десятке конференций. И они умеют работать с аудиторией, умеют доносить материал. Некоторые из них, собственно, это преподаватели университетов Хабаровского края. И здесь их мастерство, оно явно позволило им получить конкурентное преимущество. Ну, а всем остальным только тренироваться, потому что публичные выступления и доклады на конференциях здесь не исключение. Это вопрос практики. То есть для того, чтобы наука стала популярной, необходимо ее презентовать. Возможно, от популярности будут высокие и даже зарплаты. Правильно я же понимаю? Я бы не ставил такой знак равенства между популярностью и качеством научных исследований, но то, что задача популяризации науки сегодня стоит, и она стоит на государственном уровне, это, конечно, так. Потому что львиная доля научных исследований, которая проводится сегодня в Российской Федерации, я говорю о фундаментальной науке, она субсидируется за счет государства, за счет тех или иных грантовых фондов, и выступления ученых, и рассказ ученых о том, что они делают, это одна из форм некого публичного отчета перед обществом о том, что же делается. Вторая задача, которая решается через это, это популяризация профессии ученого, потому что сегодня быть ученым – это вообще-то очень и очень достойно оплачиваемая область профессиональной деятельности человека. И очень важно рассказывать о том, кто такие ученые, что такое наука, и каких результатов она позволяет добиться для того, чтобы привлекать в науку больше ребят. Вот как раз вопрос о том, что популяризировать. Доклады сделаны таким академичным языком, и он иногда для людей скажется либо даже скучным, либо неинтересным, а там внутри-то самое зерное записано, да, вот в докладе. Нужно ли переходить на такой легкий, простой язык, понятный обывателю? Или научная среда будет все-таки придерживаться академичного языка? Будет ли эволюция какая-то в степень простоты, наверное? Я считаю, что тот язык, да, и те способы коммуникации, которые выбираются, они зависят от аудитории. Сегодня мы были на профильной конференции, где ключевыми слушателями являлись, как минимум, кандидаты наук, а чаще это доктора технических, химических наук. И, соответственно, здесь не было никакой задачи и цели говорить проще, потому что оценивали эти выступления профессионалы и вполне себе компетентные для того, чтобы и профессиональный язык, и сложную терминологию оценить. Если бы это было выступление перед широкой аудиторией, перед обществом, там точно нужно было бы подбирать другие термины, определения, и где-то, может быть, приводить некие сравнения, более понятные для обывателя. То есть, если говорим о профильных мероприятиях, а сегодня это было профильное мероприятие, то здесь и язык, и способ коммуникации были выбраны сообразно тем целям, которые ставились. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы уже выбрали трёх победителей, кого-то наградили благодарственными письмами. Скажите, пожалуйста, а что дальше? Когда они будут на самом деле получать своё премию? Один из главных праздников науки, который есть в Российской Федерации, это 8 февраля, День Российской Науки, день рождения великого химика Дмитрия Ивановича Менделеева. И именно в День Российской Науки губернатор Хабаровского края Михаил Владимирович Дегтярёв, я надеюсь, вручат победителям те самые заслуженные призы. Остается только лишь самим начать заниматься наукой. Там ждёт нас много чего интересного. День Российской Федерации